мы вчера почистили нашего румбу помыли его поменяли ему щеточку вот эту вот крутилочку поменяли в общем полностью его очистили сейчас пустили его на диван и он смотрите пылесосит сейчас диван и даже не падает хотела вам показать как у нас останавливается на краях вот смотрите оп кости не бойся он не поедет дальше он не падает останавливается у края чести зубы чистки чести зубы что-то не кушаешь че ты ее грызешь чисти вот так так вы меня просили рассказать если константин не даст рассказать а роботе пылесосе нашим довольна ли я им я уже делала такое видео я им очень довольна я очень рада потому что он огромный помощник дома убирает все кошачьи волосы всякие крошки мелкие за и под диван может заехать если диван позволяет по высоте это вот как он чистится чистится он легко и просто отойди пожалуйста мама пока что здесь у него такой бачок и вот сюда как а сюда попадает до весь мелкий мусор камушки какие-нибудь волосы пыль вон видно даже посмотрите насколько мелкую пыль он собирает в общем классная очень штука вот здесь она просто открывается и мусор высыпается вот так вот посмотрите я его недавно чистила буквально пару дней назад я прям мыла его у нас я очень довольна он у нас уже года два где-то я очень довольна этой покупки мы с кости его недавно почистили поменяли вот эти валики они идут кстати когда вы покупаете в комплекте идут для замены вот это вот штучка вот это вот кисточка которая вертится тоже две или три штуки идут когда вы покупаете для замены и вот эти валики что это машинка да это ты от бабы с дедой принес эту машинку точно ты мне не даешь говорить да ты сам хочешь рассказывать ну давай рассказывай как мы с тобой меняли валики кисточки на той неделе мы все поменяли обновили не надо не надо поменяли обновили невозможно невозможно видео снять рассказывай как сегодня упал пай ты упал со стула сегодня скажи не больно было тебе более губу где боба было где на пальчиках покажи на каких пальчик сильно больно было так ты плакал там тоже на боба было на руках было вот так иду или мама тебе дуга на ручке потом боба прошла ну костя посмотри в камеру скажи пока 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 она носу что у тебя вот здесь расскажи что это чё это чё это чё это ты сделал здесь на носу не надо мама тебе говорила не надо а ты все равно делал да и получил по носу крышкой от унитаза губа было да плакал да сейчас болит да да до сих пор болит ну что костя снег первый раз хоть увидишь да плевать что у нас сегодня 30 марта весна в разгаре снег я надеюсь он быстро растает может хоть коронавирус заморозится это снег сынок видишь сколько много снежин обил о скажи снег нет аккуратно костя упадешь осторожно да Продолжение следует... 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 все включил опять робот-пылесос в общем сейчас скоро должен подъехать мужчина забрать эти коробки и потом мы планируем выйти на улицу выйти на улицу выйти в магазин короче я сегодня хочу сделать сосиски в тесте прям такие сосиски как в россии были которые в тесто обмакиваются и жарятся в масле поэтому сегодня надо будет нам выйти в магазин купить масло сосиски еще там кое-что все что нужно вот все необходимое для того чтобы их приготовить сейчас дождемся этого мужчину заберет коробки пойдем мы уже дома в русском магазине не удалось поснимать народу было очень-очень много хотя сегодня вторник и до обеда вроде как рабочий день но видимо видимо все дома кости уснул прямо в коляске первый раз жизни уснул в коляске причем сидя не я вообще рассчитывал на то что он на обратном пути в машине уснет ну ладно он сейчас спит кстати его принесла домой он даже не проснулся вот так вот так что устал мальчишка мой так сейчас покажу вам что я купила в русском магазине да в общем то ездила и я в общем то ездила я как я уже говорила за сосисками вот они мне нужны были вот именно такие сосиски и да вот в такой вот ненатуральной кожуре я в пленке вот я хочу прям такие сосиски сделать как были раньше в россии которые я кушала в палатках таких продавали их которые макают в тесто жидкое и в масле жарят короче прям вот такие нездоровые неполезные сосиски но я их так захотела сегодня и думаю все сегодня точно сделаю зефир пломбир вот такой вот такой ванильный пломбир какой-то со сгущенкой еще ни разу не пробовал кстати не этот не этот мимо проходила что так захотелось так здесь кстати изюм еще зайдем вот такой вот юм-юм мы такое иногда тоже себе позволяем употреблять молоко сгущенное вареное кабачковая икра домашняя люблю кабачковую икру так как мне надо будет много масла на то чтобы приготовить сосиски я купила еще одну баночку но это еще одну баночку масла вот такой вот поставлю просто чтобы дома стояла так пельмешки решила вот такие взять маленькую пачечку потом вот такие вот огурцы они очень вкусные вот такие вот маленькие вкусненькие свеженькие хрустящие огурцы кости их любите и вот такие вот конфетки желейные они очень мягкие что-то наподобие мармелад мармеладок кости их захотел взяла ему такую горстку сама я такой не любитель не особо любите таких конфет и что за все я за это отдала и за все я за это отдала 17 евро 22 центов вот так вот все теперь сейчас буду все это убирать сейчас начну готовить сосиски тесто у меня уже кстати готова стоит холодильнике его сделала до обеда вот оно тесто она постояла где-то два часа в холодильнике и стала немножко густоватым но это не беда я сейчас добавлю чуть-чуть молока сюда и она снова станет жиже станет снова нормальным в общем здесь где-то тесто на 10 14 сосисок думаю будет достаточно ну что сосиски готовы сейчас я вам покажу немножко они у меня кривенькие получились потому что для этого рецепта однозначно нужна шпажка или палочка деревянная потому что обволакивать сосиску в тесте будет намного удобнее если будет палочка я же это делала двумя вилками и поэтому у меня вот когда я сосиску в масло кидала вот такие вот штучки образовываются тесто начинает схватываться жарится и они получились такие кривенькие с такими вот пуптиками с пупырками но я уже одну съела это очень вкусно прям как вкус из детства действительно и очень вредно эти сосиски можно назвать еще расти попа привет жир но я на этом сегодняшнее видео буду заканчивать всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал и всем пока пишите чем вы занимаетесь на карантине всем пока 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 у меня только теперь один вопрос что теперь делать вот с этим маслом куда его выливать кто знает подскажите